Цена айфона. Кто-то просто готов выложить кругленькую сумму за новые продукты Apple, кто-то отстоять неделю в очереди в Берлине. Первые желающие получить новенький смартфон уже разбили палаточный городок у Apple Store. Наталья Гончарова из центра столицы Германии о том, как это прожить неделю на улице в ожидании новинки электроники. Перфюрстендам 26. Этот адрес знаком всем фанатам яблочной продукции в Берлине. Новый седьмой айфон здесь начнут продавать 16 сентября, но, однако, здесь уже на улице появились первые желающие получить заветный смартфон. Вот, пожалуйста, посмотрите, люди расположились прямо перед магазином. У них даже здесь такой небольшой палаточный городок. Образовался вот люди, которых вы можете видеть. Они первые в очередь. Давайте сейчас с ними пообщаемся. Аня, здравствуй, расскажи, пожалуйста, сколько вы уже здесь сидите? Это ваша первая ночь или вторая уже здесь на Курфюрстендаме? Это уже наша будет сейчас вторая ночь. Вот, первую ночь мы провели. Очень весело были тут одни. Вот, да, сейчас будет вторая ночь. Есть такие желающие купить вот место в этой очереди? Да, они бывают, конечно, но они бывают уже под самый старт продаж. Да, те, кто опоздали, те, кто не успели, они не хотят быть последними, они, да, пытаются перекупить или купить место в очереди. Ну что ж, Аня, спасибо большое. Сегодня вот было достаточно тепло. Надеемся, что все ночи здесь такие будут до 16 сентября. Итак, сейчас подойдем к вам. Вот такие стульчики, я вижу, да, чтобы удобнее было с собой все это привезти. Заранее готовились, конечно, знали, куда едем. Так, а покажите, здесь вот у вас продукты. Вы вообще где питаетесь? То есть вы здесь реально все время находитесь или, может быть, какая-то гостиница снята, и вы посменно вот уходите? Ну, давайте поочередно. Питаемся мы, как правило, в кафе. Здесь их очень много на этой улице. Живем мы в отеле. Но у нас, вернее, есть номер в отеле, там мы принимаем душ и так далее. А здесь ночью проводим именно в очереди. Вот палатку специально прикупили. Нас тут спрашивают, настолько, наверное, ленивые не спрашивают, что мы здесь делаем. Конечно же, это немцы в первую очередь, и мы им отвечаем, надоело просто отвечать, что мы ждем старта продаж седьмого айфона, и надоело смотреть на их стандартную реакцию, что ой, вы сумасшедшие и так далее и тому подобное. Мы решили, ну, пошутить. Сначала мы говорили, что мы беженцы из Сирии. То есть, ну, мы здесь просто решили жить, мы сюда перебрались, мы теперь здесь будем жить. Поскольку Кудам одна из центральных улиц Берлина, реакция была, конечно, вообще вполне однозначная. Потом мы решили говорить, что мы ждем дня рождения Ангелы Меркель. Самое удивительное, они, видимо, не знают, когда у них день рождения, и все в это охотно верили. Традиционно очередь за новым продуктом Apple на Кюрфюрстен Даме состоит из наших соотечественников. Одни специально прилетают из Москвы, другие – местные жители. Магазин с яблочной продукцией находится в Шарлоттенбурге. Это элитный русский район Берлина. Наталья Гончарова и Егор Кочуров. Live. Берлин. Германия.